Восстанавливать обоняние нужно через кишечник, через тонкий и толстый кишечник. Вы чувствуете, что у вас потери обоняния, у вас есть замечательное упражнение под названием кишечные крючки. Виктор Лагеринович, такой вопрос, кто перенес ковид, боятся заново заразиться и очень сильно боятся люди, кто-то снова потерять обоняние, а кто-то впервые потерять обоняние, потому что достаточно много последствий, кто-то до сих пор достоверно даже не вышел из этой ситуации с хорошим результатом. Что вы можете порекомендовать, когда ковид затянулся или грипп затянулся или ОРЗ затянулось, а вот заложенность носа не проходит и обоняние снижено, то есть ну какая жизнь человека, какое качество жизни и вкусовые ощущения сразу начинают теряться. И в общем-то это бросается в глаза, заложенность носа, когда человек говорит в нос. И конечно обоняние, что нам делать, как нам помочь себе, как помочь себе быстрее вернуть обоняние. И вот выкарабкаться из этой ситуации. Я почему сижу, долго вам не отвечаю, потому что я вспоминаю старую такую притчу, связанную с тибетской медициной, которая очень тесно связана, перепивается с греческим таким, с древнегреческим посылом. Не помню кому-то из философов приписывают, что пьянство это добровольное сумасшествие, а в тибетской медицине есть такой прием, когда человека хотят лишить сознания, его лишают обоняния. Сознание социального, когда человека хотят выключить из общества, когда человека хотят выключить из общей жизни, когда человека максимально асоциализируют. Вот если в древней Греции, вы знаете, был такой прием, который назывался астрахизмом, когда человека выдавливали из общества, то тибетцы поступают очень просто. Они берут такую маленькую спицу металлическую и прижигают два местечка в носу, и человек теряет обоняние. Так вот, вирус, он примерно поступает точно таким же образом. И вот, кстати, пользуясь случаем, я хочу сказать, что вот эта пугалка, страшилка, связанная с ковидом, о том, что именно ковид пробил вот эту новую дорожку в отолерингологии, в нейрофизиологии, что именно для ковида характерна потеря обоняния. Дорогие коллеги, откройте, как говорится, старые добрые книги, вы увидите о том, что для вирусов, для поражения вирусов, очень характерно поражение как раз-таки обонятельных центров. С чем это связано, уважаемые коллеги? Это связано с тем, что вирусы, определенные их виды, особенно такой вирус, как ротовирус, понимаете? Опять же, это с чем связано? Ротовирус, это не то, что связано с русским словом рот, это связано с латинским, греческим словом роторо, движение, кручение, роторный двигатель. Так вот, вирусы, которые крутятся, вирусы, которые, так сказать, в этом смысле имеют тенденцию прилипнуть, сделать свое грязное дело в этом смысле, а потом двигаться дальше, как раз-таки относятся своими, будем говорить, эмбриональными, в этом смысле, отношениями, вот ковиду, который всех не просто ужасно напугал, а вот прокатился именно вирусным катком по человечеству. Поэтому, для того, чтобы избавиться от этого состояния, помните, пожалуйста, о том, что прежде, чем вы начнете к себе капать что-то в нос, что прежде, чем вы пойдете к психологу, и вам психолог будет говорить о том, что вы знаете, это психосоматика, избавьтесь от гешталей, так сказать, выбросьте старые вещи из дома, раздайте долги, не подходите к холодильнику, напишите, повесьте на холодильнике свою собственную фотографию, и напишите, я свинья, я больше не ем, есть ли такие приемы в гештальтерапии, я сейчас не об этом. А помните, пожалуйста, о том, что восстанавливать обоняние нужно через кишечник, через кишечники, через тонкий и толстый кишечник. Вы чувствуете, что у вас потери обоняния, у вас есть замечательное упражнение под названием кишечные крючки. Возьмите вот таким вот образом два своих пальца указательных, вот так вот, два своих пальца указательных, выведите их на уровень своего носа, вот так вот, выведите на уровень своего носа, на расстоянии 10-15 сантиметров, максимально горизонтируйте свои локти, максимально горизонтируйте свои локти, глубоко вдохните, резко выдохните, и на высоте выдоха в течение 5 секунд попытайтесь кишечные крючки разорвать. Вдохнули, выдохнули, раз, два, три, четыре, пять. Опускайте руки, восстанавливайте дыхание, послушайте, что с вами происходит. Вы уже услышали, что с вами происходит? Вот пошли две волны сосудистые, вот они пошли две волны сосудистые. С чем они связаны? Они связаны с улучшением качества желчоотделения, они связаны с улучшением качества работы сфинктера ОДИ, они связаны с характером снятия, поражения в случае вирусов, любого свойства. Улучшается работа грудных мышц, улучшается работа так называемых зубчатых мышц, которые отражаются рефлекторно на состоянии лестничных мышц, улучшается состояние слюновыделения. Вам хочется, в лучшем смысле этого слова, избыток слюны уже проглотить. Правильно делайте, это здоровое, максимально насыщенное лизоцимом, вашим природным антибиотиком, ваша субстрация, вашего собственного организма. Уже лишенное вирусное поражение, ничего сплевывать не надо. Проглотили вот эту здоровую слюну, вы себе улучшили качество работы слизистой пищевода, улучшили качество работы своего желудка. Дальше у вас включать, вы должны включить две замечательные точки, две замечательные точки, которые у вас находятся в основании вашего носа. Вот основание одного носового хода, вот основание второго носового хода. Знатоки сразу загуглят эти точки и обнаружат, что они к чему относятся. А я бы сказал, к кому они относятся, потому что я всегда биологически активный канал и одушевляю. Не к чему, а к кому. Они относятся к каналу толстый кишечник. А мы что с вами сделали? Правильно, упражнение, которое называется крючки силы. Значит мы усиливаем, что мы с вами делаем? Ставим своих два указательных пальца себе в основание носа и делаем, хотите, навстречу друг другу. Хотите, не навстречу друг другу. В течение 90 секунд массируем у себя вот эти места. Массируем у себя вот эти места. В течение 90 секунд. Если какая-нибудь песня хорошая, звонкая, придет к вам на ум, придет к вам на ум, то пожалуйста, можете ее спеть. А если вы даже прокричите эту песню, это вообще будет замечательно, потому что у вас улучшится работа, затылка, у вас подтянутся ромбовидные мышцы, у вас укрепятся мышцы, которые поддерживают вашу голову. И соответственно на уровне вот этого места, на уровне вот этого места, что у вас будет включаться? Посмотрите. Правильно, у вас будет включаться качество вашего носового дыхания. Качество носового дыхания. Как говорили, у нас есть под Новочеркасском замечательное место, называется Станица Кривянская. Так вот в ней есть любимое выражение. Хочете ли вы или не хотите, а в Кривянке вы жить не будете. Но это те, которые не хотят, чтобы жили, а не в Кривянке. Вот. Так вы, хотите ли вы или не хотите, нос ваш обязательно задышит. Обязательно. Ему некуда будет деваться. Просто некуда будет деваться. Если, конечно, предварительно ночью к вам тибетский колдун с раскаленной палкой не придет и в нос вам не потыкает. Поэтому, если к вам не пришел вот такой волшебник с этой раскаленной палкой, сами вы себя после вируса очень хорошо можете вытащить из этих вещей, используя эти приемы. А подробно об этом, о регламенте использования этих приемов мы будем говорить на нашем вебинаре, который посвящен как раз-таки борьбе с вирусами под названием «Ядро здоровья. Надежная иммунная система». Обязательно регистрируйтесь. Обязательно приходите. Ссылочка вот здесь находится. В описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Я никак вот этих слов не выучу. Татьяна Дина мне подсказывает. Спасибо большое. И пожалуйста, пожалуйста, помните. Чем меньше вы болеете вирусными заболеваниями, тем дальше вы от себя отодвигаете риск онкологии. Конечно. А с учетом того, что показатель того, что у вас теряется обоняние, теряется обоняние, это говорит о том, что есть определенные заковыки, связанные с работой вашей центральной нервной системы. Помните об этом. И на вебинаре мы будем очень конкретно на этих обстоятельствах останавливаться. И обязательно расскажем, какое отношение нарушения обоняния имеет к формированию рака мозга. Словом, регистрируйтесь. Обязательно приходите. Будем восстанавливать качество носового дыхания, облегчать состояние при первых признаках ОРЗ, ОРВИ, гриппе, ковиде. При затянувшемся течении тоже будем давать информацию, что нужно делать, как действовать системно, как помочь не только себе, но и своим близким. Мы вас ждем. Регистрируйтесь, приходите и будьте здоровы. Всего вам доброго.